Шаги не очень уверенные, движения не всегда синхронные, глаза в поиске поддержки. На паркете самые юные участники солнечного бала. Кажется, что ритм танцорам помогает держать весь зал. Посмотрите, как четко зрители артикулируют счет. Волнуются все, ведь для кого-то из участников это первые серьезные соревнования. Судьи оценивают музыкальность, четкость линии. Безусловно, театральное мастерство, ребята, это важная эмоциональная составляющая, это танцы. И это все равно остается искусством, как бы мы не шли к спорту. Алине Хузиной 8 лет. Она приехала к нам из Омска. Бально-спортивными танцами занимается половину своей жизни. А вот партнера встретила недавно. В паре с Артемом Алина всего несколько месяцев. И кажется, они нашли друг друга. Самое главное – держать осанку, больше движения и мягкие спуски. Мягкие что? Спуски? Спуски. Это что такое, покажите? Это вот так вот, когда приземляемся, и очень мягко. Не подводит себя партнер? Нет. Соревнования проходили два дня по 10 часов. 40 конкурсных номинаций, 7 возрастных категорий, жюри из 30 человек и около 2000 участников. Сложно и представить, сколько флаконов лака для волос ушло на создание вот таких элегантных причесок. Много лака уходит? Ну да, достаточно. Главное, что в этой прическе? Чтобы аккуратно было, чтобы волосинка в волосинке лежала. Ну и форма. Солнечный балл, девятый по счету, завершился. По словам членов жюри, среди участников они заметили достаточно много перспективных ребят. В их числе и Алина с Артемом, которые почти безупречно научились делать мягкие спуски. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости. Субтитры создавал DimaTorzok